Продолжаем рисовать наш натюрморт акварелью. Для этого у нас должно быть референс, которого мы рисуем, или поставлена композиция. У нас уже драпировка есть, груша, чашка начатая. Сейчас рисуем голубой краской блики, где будут блики на блестящем, малированном чайнике. Стараемся делать их по форме нашего усеченного конуса, чтобы они проходили именно под правильными углами. На палитре размешиваем краски и кончиком кисточки аккуратно проводим эти блики будущие. Догоним эту водичку, проводим такими линиями. У нас так свет интересно падает, что получаются такие блики интересные на этом чайнике. Носики тоже будет блик. Такие у нас овалы. Вот этот носик как бы состоит из этих кружочков. В данном случае они у нас выглядят как овалы в перспективе. Разбавляем красочку на палитре. Очень хорошо именно работать такой кисточкой с таким тонким кончиком, а сама кисточка такая не маленькая. Горлышко, носик тут тоже голубеньким. Показываю. Еще вот на основании нашего чайника такие тоже блики. Показываю. Показываю рисовать аккуратно. Тогда рисунок будет аккуратный. Но это, конечно, зависит от художника. Есть такие художники, которые рисуют более размашисто. Но тоже может хорошо получаться. Но это зависит от такого отличных каких-то стиля художника. Когда будешь рисовать, то будет развиваться этот стиль постепенно. У нас вот эти палитры, которые я использую, я их не выкидываю. И даже потом, когда у меня похожие цвета, я прямо на этих бумажечках с акварельной бумагой, с размешанной краской, начинаю размешивать такие похожие цвета. И вот эта краска, которая еще на этих палитрах, она тоже участвует. Вот такие для настроения, они тоже такие яркие пятна настроения получаются. И у нас такой натюрморт очень такой яркий, насыщенный, такой жизнерадостный, веселый. Такое приятное ощущение вызывает. И у нас вот эта чашечка, она имеет форму цилиндра. Вот мы с помощью акварельных красок пытаемся показать ее, эту форму цилиндра. В данном случае это у нас сторона, которая более затемненная, собственная тень здесь. Конечно, там, где собственный тень, можно даже тут голубой, зеленый, в данном случае, серый, использую. Можно даже голубую, желтую с голубым, у вас получится зеленый, в принципе. То есть это такая тень, показывая. У нас задача показать эти все формы с помощью этих красок. Вот видите, видишь, у меня эти краски, они на этих палитрах, и это очень удобно. И они тоже, вот когда они высыхают, когда много краски, много воды на этой палитре, я смотрю, что по краям получается такой более затемненный край вот этой краски на палитре, получается, когда оно высыхает. Мне кажется, так присматривалось. И это также можно использовать в своих работах каких-то художественных, дизайнерских, такие носки всякие красивые. Я рисую на доске ДСП. А, это фанерка просто. Такая специальная, для ДСП. В общем, понятно. Такие в художественных магазинах продаются фанерки. На них, в принципе, довольно удобно рисовать. Приклеиваю тонким скотчем свой рисунок. Примерно захватываю, там, 3-4 миллиметра, ну, до 5 миллиметров на край бумаги. И вот так. Оно тогда, наш рисунок делается волнами и с ним удобно работать. Потом, конечно, после рисования желательно этот рисунок, когда он полностью высохнет, то его лучше хранить в какой-то папке для рисования. Тогда он будет в хорошем состоянии, не будет мяться, не будет сгибаться. Ну, если, конечно, нужно транспортировать много чертежей, тогда уже можно использовать тубус. Вот, но если есть возможность, такие небольшие, как данный рисунок, это выполняется на формате А5. Вот, и такой рисунок можно, в принципе, хранить в папке А4 даже для рисунка своих. Вот, и они будут не мяты, можно даже файлики хранить. Вот, чтобы ни пыль, ни жир, ни грязь не попали. И они тогда будут в хорошем состоянии. Такие картины акварельные, их можно в рамочку, в фоторамочку вставить и вешать на стену в вашем интерьере. Вот, и такие картины также долго, хорошо себя показывают. Если не трогать их, они очень даже хорошо. Вот, я помню, что рисовала лет, уже даже сколько лет, 10-15, наверное, назад, картины акварелью. И они до сих пор в хорошем состоянии и радуют. Конечно, транспортировать под стеклом такие рамочки не совсем удобно. То есть, лучше, наверное, их в какой-то папке перевозить, если нужно. Вот, на палитрах у нас тоже разные оттенки. В данный момент я начинаю рисовать чайник. Тут такая темная часть. Не надо бояться ярких цветов. Главное, ну, если сразу ты понимаешь, что у тебя темное, светлое, можешь, в принципе, и сразу. Ну, если, в принципе, для начала работы можно, можно это доводить за несколько проходов, то есть, чтобы, если ты там сомневаешься, что к детям не святые, ты можешь два-три прохода там пройти акварелью. Но уже переусердствовать с этими проходами нежелательно, потому что чем больше ты ее покрываешь слоё в этой акварели, Бумага, она не такая, как сказать, не такая чистая, насколько я знаю. Получается, когда именно за один раз все-таки она более чистая. Хотя там может быть, может быть, и два-три слоя, можно это все красиво сделать. Ну, в общем, каждый художник тоже, как бы, свои техники имеет, свои какие-то преимущества. Ну, вот мне так удобно очень рисовать. Вот такая уже у меня... Вот она, такая техника, очень хорошая. Можешь ее тоже использовать. Вот так проходим между бликами, уже темные части нашего чайника, темно-зеленый, такой цвет насыщенный. И смотрим, то есть этот цвет, он может быть не одинаковый по всей дне. Там, допустим, вначале темный, потом светлее, потом опять темнее. Вот. И постоянно вот я зачерпываю краску, беру на палитре и сам себе размешиваю, чтобы добиться необходимого оттенка, необходимого цвета, тона. Вот. Чтобы так все получалось, радовало нас. Вот. За счет вот этой тонкой, тонкого кончика кисточки, получается, что кисточка сама не маленькая, то есть ей можно красить и крупные части, и мелкие части. Получается, что за счет того, что она такая форма ее, такая очень универсальная, что, получается, я редко, когда беру, но уже для совсем каких-то деталей, мелких, красивых, уже беру более тонкие кисточки. Я в основном вот эта самая, как бы, такая-то, где-то восьмерка, наверное. И вот она такая, хорошо, удобно ей работать. Это может пони, скорее всего. Может какая-то сейчас делаю тенджер, не знаю с чего. Ну, вообще, вот мне удобно было, я помню, раньше у меня была полной такой формы, а вот это я подыскивала набор, но смотрела кисточки, вот смотрела набор, и когда вот покупаешь кисточки, ты не просто смотри, там вот набор столько стоит там или столько стоит, а ты смотри, вот просто возьми и посмотри эти кисточки. Вот я когда была в магазине, я попросила, чтобы они мне показали все свои наборы кисточек, и я вот их разложила, и получается, ну там, то есть, ну, разные виды наборов, вот и я вот выбрала именно такой вот набор, который, ну, он в хорошем состоянии, то есть, я посмотрела эти кисточки, чтобы когда покупаешь, смотри, что они, ну, там, как бы это, ну, щетинка их не поломаны, там, не кривые, ну, что это, они в хорошем, аккуратные, красивые, потому что теперь этим работать потом, вот. То есть, даже, по-моему, потом я взяла еще белку, накупила там несколько кисточек, но вот они у меня так и лежат, эти белки, и я что-то имя как-то, ну, пока нет желания их даже брать, потому что вот, вот эти кисточки, то есть, они себя оправдывают, они, ну, хорошо себя показали в работе, неудобно рисовать, вот, очень хорошо. У меня, когда я училась на несколько лет, наверное, не было таких вот белочкой, там я рисовала, вот, а потом мне попалась вот такая кисточка, я попробовала рисовать, и потом вот это моя самая излюбленная стала, то есть, практически, почти все я рисовала, и, ну, оно получается, ну, работа лучше получается, вот. Вот у нас такой этот натюрморт, получается, на таком теплом фоне, ярко, такой и персиковый, тут такой красно-малиновый, такой с оранжевым, с красными пенками, это теплая желтая чашка, вот каким-то таким переходным элементом является эта груша, которая уже немножко в зеленый, салатный такой начинает уходить, вот. Ну, а чайник уже у нас такой холодный, вот. И там еще будет, когда будем рисовать ткань, то сверху там немножко такой холодный оттенок будет на него. Как бы вся эта композиция получается, вот этот чайник, он как бы дает этот такой контраст, вот это красный, зеленый, то есть это такие цвета, которые находятся напротив, на круге вот там цветов, и получается они со мной такие, ну, это контрастные цвета, вот, такой вот подобран и натюрморт, на таком контрасте, и вот вообще, вот когда интерьеры делать, когда делать цвета, цвета зданий подбирать, цвета фасадов, вот, и также цвета в интерьере, особенно в интерьере, ну, мне так кажется, в интерьере все-таки более контрастно, этих можно больше делать, вот, хотя, ну, на фасадах тоже можно, только, ну, грамотно, чтобы она себя оправдывала, чтобы это было к месту, чтобы она с окружающей средой гармонировала, улучшала ее, не портила, вот, и получается, вот, мысль, чтобы гармонировала с окружающей средой, да, вот эти контрасты можно использовать, потому что, когда, ну, полутона, полутона, там, ну, да, есть такие вот, допустим, архитекторы, которые, ну, любят там такие, ну, там, каких-то там бежевых оттенков, там все такое спокойное, переходы такие, ну, все-таки, все-таки, когда есть вот контрасты, оно веселее, оно получается, ну, как, игра света, тени, это все, ну, да, может быть, может быть, допустим, просто чисто там белый интерьер, чисто там какой-то свет, но тоже вот сейчас, допустим, ну, нет так, насколько я смотрела, в последнее время не было таких тенденций, чтобы все прям в таких, только бежевый, бежевый интерьер, то есть в основном там дизайнеры стараются добавлять, допустим, в этот бежевый интерьер какие-то холодные цвета, чтобы, ну, как-то, чтобы он не был такой весь теплый, прямо вот, ну, все тепло, 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 то есть, чтобы оно, получается, ну, не было какая-то изюминка, был какой-то контрасты какие-то, на игре этих контрастов, ну, получается, картинка, ну, более такая интересная, ну,